Осужденным должна быть оказана разумная помощь. Об этом сказано в национальном плане 100 конкретных шагов. Первого президента Республики Казахстан, лидера нации Нурсултана Назарбаева и государственной программе по дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан, рассчитанной на 2014 и 2020 годы. В этих документах поднимается вопрос об организации занятости осужденных на платной основе. Два года назад в стране стартовал проект «Занятость в колониях-2017». В целях реализации поставленных задач сегодня в исправительных учреждениях семей успешно привлекаются субъекты малого и среднего бизнеса. Швейный цех в производственной зоне исправительного учреждения УВС-156-15 был открыт предприятием «Янбекус Кимен» в 2015 году. Цех, в котором поначалу работало всего пятеро человек, сегодня обеспечивает работой уже около 30. Швейным цеху, оснащенным современным оборудованием, мастера шьют одежду для самих осужденных. Помимо этого, здесь выполняются заказы извне. Одним из критериев воспитательной работы среди осужденных является их трудоустройство. Поэтому, согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 31 января 2015 года, за номером 168, и согласно соответствии с посланием президента, тоже привлечению малого и среднего бизнеса в колониях для трудоустройства осужденных, мы привлекаем малый и средний бизнес. К ним предоставлены помещения без оплаты аренды. Они оплачивают только за теплооснабжение, водоснабжение и заработных плат осужденных. В швейном цеху заключенные шьют постельные принадлежности, сезонную одежду и даже обувь. Помимо спецодежды, также пошивается нижнее белье. Головное предприятие у нас находится в Усть-Каменогорске. Мы филиал в 11-й колонии. А здесь 35-й, это мы называем участком. Он уже от нас, от 11-й колонии, идет участком. Я говорю, у нас будет здесь небольшой цех, мы теперь его нарастили, у нас 30 человек здесь работают. Мы не только 35-й колонии, а 11-й колонии, где нет швейных цехов, нам заказывают изделенных, так же, как и своих обеспечивают продукции наши. Швейное оборудование новое и универсальное. Это дает возможность быстро обучиться шитью тем, кто ранее этим не занимался. К работе привлекаются в основном заключенные, имеющие задолженность по искам. В счет получаемой зарплаты они погашают алименты и другие исковые долги. В швейном цеху я работаю полтора года. Поначалу было сложно, сейчас я уже научился. На свободе я работал сварщиком, теперь здесь освоил эту профессию. За счет своей работы здесь я оплачиваю причиненным пострадавшему материальный ущерб. Вместе со временем идет работа. Для себя я здесь очень многому научился. То, что мне может завтра пригодиться на свободе. Предприятием Нембекус Кимен здесь же в свое время был открыт цех по изготовлению мебели. Здесь работа тоже кипит. Цех в основном работает по государственному заказу. Соответственно, зарплату осужденные получают в зависимости от его выполнения. Здесь мы в основном изготавливаем школьную мебель, а также мебель для государственных учреждений. Парты, корпусную мебель, все делаем, что заказывают. Сроки выполнения заказа зависят от его объемов. К примеру, если берем заказ, допустим, 20-30 парт, то срок изготовления занимает 2-3 недели. 10 человек работают. При необходимости, когда объемы заказов увеличиваются, привлекаем еще людей. Несмотря на принимаемые меры по трудоустройству осужденных, вопрос занятости этой категории лиц по-прежнему остается актуальным. Поэтому для того, чтобы побольше открыть рабочих мест в исправительных учреждениях, нужна поддержка как со стороны государства, так и со стороны бизнес-структур. Только тогда, говорят представители исправительного учреждения, появится возможность стопроцентно трудоустроить всех заключенных. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...